Мир сутки ждал, о чем договорятся эти четверо. С тех пор нас постоянно убеждают, что достигнутые в Минске соглашения – единственный путь к миру. Но что на самом деле несут в себе Минские соглашения для Украины и как они изменят страну, сами участники трактуют по-разному. Мы задались целью прояснить, что на самом деле для Украины значат Минские договоренности. Украинские договоренности Уже полтора года большинство украинцев живет неполноценной жизнью, а чуть ли не ежедневно утопая в ненужных мыслях о войне и политике. И вот на днях президенты враждующих государств сплелись в рукопожатии. Кто же первый из них протянул руку, уже никто не вспомнит. Хоть и короткая, но для экспертов говорящая о таком разном движении. Война, которую Россия не признавала, Украина пыталась не признавать, сейчас медленно переходит в мир. А кому-то лишь намекает об очередной встрече в беспрерывном процессе договоренностей. Будет таких встреч. Багато. Будет возможностей и отмолваться от рукостискания, и еще раз заниматься рукостисканием. Как бы сказали суеверные, на крайней встрече нормандской четверки в Париже неделю назад пытались укрепить фундамент для основы мира в Украине. Мы увидели буквально несколько кадров за круглым столом с лидерами государств. Но вот на серьезные же переговоры журналистов не допустили. Положено было лишь пару минут протокольной съемки. Что же обсуждали за закрытыми дверями, и что на самом деле решили политики, мы так и не узнаем. Парижская встреча, возможно, войдет в историю, как такая, что, во-первых, Европа впервые показала себя негативно нейтральным арбитром. Путин уйдет по-английски. Меркель и Оланд сдержанно прокомментируют результаты встречи. В рамках минских договоренностей еще нужно сделать очень много работы. А сам Петр Алексеевич из украинского посольства коротко проинформирует СМИ. А уже в Украине мы узнаем, как много важного для мира оказывается достигнуто. И этот парижский формат утвердил путь к долгожданному спокойствию. При этом общественность успокаивают. Никаких дополнительных договоренностей не было. Никаких угод в Париже не подписано. Мы обговорили в Париже в нормандском формате термины и кроки щодо прискорения и посиления имплементации минских угод. Поэтому никто ничего и побачить не может. Но результаты есть. Но результаты есть, конечно, переконны. Впрочем, общество все равно разделилось на две части. Те, кто за, и те, кто отказывается верить в то, что минские соглашения принесли нам мир. Впрочем, что минские соглашения принесли намного шире, чем, власне говоря, введение в войск, припинение в огне. Но в какой форме, в чом суть этих соглашений, украинскую громадость тримают без информации? За кадром произошла другая соглашения между французами. Они говорят, что за участью американцев также и с россиянами. И, фактически, Порошенко поставили перед фактом, что должны происходить выборы на Донбассе. Эти выборы могут произойти под дулами российских автоматов. Для того, чтобы мы достигли последнего этапа, который является основным, речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, который заключается в восстановлении полного контроля над границами государства и отводы всех иностранных вооруженных формирований. Хотя нас до сих пор пытаются убедить в обратном. Нашим абсолютным приоритетом есть погоджение первых условий, за которых должны быть выборы, а второе – выборчих модальностей, каким образом браковать особенности таких выборов. Куда же ведут Украину минские соглашения? И почему власть не интересуется мнением украинцев? В вопросе Донбасса смотрите только в украинских сенсациях. Знаем ли мы, о чем на самом деле договорились Путин и Порошенко в Париже? Документы, которые по-разному трактуются. Как изменят страну выборы на Донбассе, проведенные в соответствии с минскими соглашениями? Повернение Донбасса в такой способ, который продиктован минскими договорностями – это серьезная загроза. Кто будет представлять интересы сепаратистов в украинском парламенте? Донбасс ему абсолютно не интересен. Он ему интересен, как важель для тиска на Киев. Добьется ли Путин лояльности от киевских властей? И почему представители правящей партии в открытую агитируют заставленников Януковича? От партии Порошенко и оппозиционного блока, значит городской совет будет люк торпеда. И тогда будет нормальный городской совет работать на пользу жителей города Нечорска. Смотрите только в украинских сенсациях. В Украине за стен банковой всеми возможными методами убеждают украинцев, что мы на верном пути к миру. Минские договоренности, подписанные в феврале, работают. Этот режим перемирия – лишь первые несколько пунктов Минских соглашений. Что таят в себе остальные разделы договора? И не существует ли других, тайных соглашений между двумя враждующими государствами? Но мы же продолжаем поставлять электричество и воду в Украину. И как-то решаем вопросы с углем и ценой на газ. Значит, какие-то такого типа соглашения есть. Их не может не быть. То есть никто так просто все эти вещи не выполняет. Тем более в ситуации войны. Это двусторонняя украинско-российская договоренность. И когда она укладывалась, или проговоривалась, в последние несколько часов переговоров в Минске, там не было иноземных представников, кроме этого блога. Это Богдан Яременко. Он 20 лет работал дипломатом. Про тонкости ведения переговоров в большом политическом мире знает не из книжек. Собственный опыт подсказывает. Он уверен, что Минские соглашения, которые мы должны сегодня выполнять, – это убийство нашего государства. Минские соглашения консервируют проблемы, через которые началась война, уже в рамках Единой Украины. То есть фактически подштовхивают нас до внутреннего разбирания, раскола, до создания некоторых фракций в среде Украины, которые будут враговать, которые будут непримиренными. Вот в чем шкодливость и загроза этих соглашений. Александр Сушко – научный директор Института Евроатлантического сотрудничества. Он, в свою очередь, уверен, что Минские соглашения – это то, что могло быть достигнуто в ситуации, в которой оказался президент Украины. Но сколько бы экспертов не опросили, важный вопрос так и остается без ответа. А известно ли нам реальное содержание этих соглашений? Неужели? Что ж, проверим. Вот итоговая пресс-конференция по результатам переговоров Нормандской четверки в Париже. Сначала необходимо прекратить огонь. Это заняло несколько больше времени. Президент Франции Алан в четкой последовательности отчитывается, что сначала наступает мир на Украине, потом голосование парламента по конституционным реформам, потом заговорит о выборах, и лишь потом об этапе, который называют последним в этом перечне того, что происходит наяву. И это как раз пункт касательно отвода иностранных войск. Для того, чтобы мы достигли последнего этапа, который, наоборот, является основным, речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, который заключается в восстановлении полного контроля над границами государства и отвода всех иностранных вооруженных формирований. И такое расхождение в заявлениях после совместной пресс-конференции наталкивает на мысль, а может нам что-то все же не договаривают? За кадром произошла другая договоренность между французами, которые говорят, что за участью американцев также и с россиянами. И фактически Порошенко поставили перед фактом, что должны происходить выборы на Донбассе. И после этого украинская сторона может снова взять контроль над собственным кордоном между фактически Схидным ДНР и Схидным ЛНР и Россией. А это точно не та схема, на которую Порошенко разруховывал. И два дня назад президент Порошенко, отвечая журналистам Би-Би-Си, говорит то, что вновь-таки идет вразрез словам Оланда. И, как говорят в народе, сами же боевики от рук отбились. Почувствовав запах пороха войны и свои возможности, похоже, становится все менее подконтрольной Кремлю, не меняя риторику даже после установления мирных шагов. Цитата. «Именно с такой Украиной после вашего решения народ будет определять, а захотим ли мы быть в той Украине, если вы сами захотите только тогда. Мы не зря проливали эту кровь, чтобы обратно идти к бандеровцам. Не будет этого». И ни о каком делении территории или статусах для Донбасса, похоже, не хотят слышать. Цитата. «Поверьте, те условия минских соглашений, которые Украина подписала для нас, лучший вариант – не проливая крови забрать всю нашу территорию и жить». И если они противятся договорам с Киевом, это значит, что нас ждет замена боевиков на других послушных людей Путина. Да и сами американские партнеры заявили, альтернатива минским соглашениям – это или заморозка конфликта, или продолжение войны. Цитата. «Мы продолжаем считать, что минские соглашения – это лучший способ возвращения суверенитета Украины на востоке страны». И это не единственный факт, когда написанное на бумаге трактуется так по-разному – и Украиной, и Европартнерами, и Москвой с ее переспешниками. Впрочем, очередность соблюдения пунктов иногда не совпадает со ставленными минскими соглашениями. Да и договаривались ли вообще соблюдать эту очередность? В общем, остается масса вопросов. Документы, которые очень по-разному трактуются, это не секрет, каждая сторона трактует их на свою пользу. И, в принципе, парижская встреча была нужна для того, чтобы, ну, принаймні, договориться о последовательности подальших кроков. Мы должны пользоваться, были минскими договоренностями к инструментам припинения вогню, а далее отмовориться от него, найти и другие инструменты, которые позволят нам достигти сталого мира и в регулировании Донбасса. Все требования, которые мы использовали, исполнили, так или иначе выгодны Путину внутри его новой концепции. То есть первая концепция – это была Новороссия. Вторая концепция – это удерживать источник хаоса на территории Украины. В этом смысле, что бы мы ни подписали, Путина выгодно. На сайте президента минских соглашений нет. Опираться лишь на Википедию, где они представлены, было бы слишком опрометчиво с нашей стороны. Поэтому мы попросили пресс-службу администрации президента прислать нам или указать на те минские соглашения, которые бы действительно соответствовали реальности. Почему-то мы так и не получили ответ. На сегодня, и про это свидетельствует статистика, поддержка минских соглашений среди украинцев сяга где-то 10-11%. То есть на сегодня президент Порошенко не спирается на волю украинцев, реализовывая план, который мы знаем в виде минских соглашений. Все-таки мы вышли на лучший уровень, чем был. Потому что ничия призвела до припинения кровопролития. Кто выиграл, может даже и матч закончился, или матч закончится ничиёю. Как только мир пришёл в Украину, мы вынуждены переходить от первых соглашений к последующим, так до конца не понимая, что происходит. Теперь с Банковой говорят уже по факту, что Донбасс следует возвращать в Украину как есть, не поднимая вопросов о возможном риске так называемой реинтеграции. Реинтеграция так называемых ДНР и ЛНР в состав Украины – это очень длительный процесс. Очень длительный процесс. Не надо думать, что мы его завершим за годы или за два. И, кроме всего того, что важнее всего этого, он может и не состояться. Повернение Донбассу на умовах Путіна – это загроза. Треба думать про наследки, с которыми мы столкнемся. И восстановление инфраструктуры – это не меньше беда, которая на нас ожидает. А что делать с людьми, которые перебывали и перебывают под тиском российской пропаганды, которые, много из которых, честно, ненавидят Украину, много из которых воювали против нас с оружием в руках. Что мы будем делать с этими людьми? Вполне может оказаться это игрой Путина, после которой, уже имея легитимную власть, будут произведены голосования за вхождение в состав Российской Федерации. Нужно ли вселять Украину туда, где ее не смогут или не желают видеть в ближайшем будущем в сине-голубых цветах? А главное, как правильно провести реинтеграцию? Это вопросы, которые требуют длительного изучения и не решаются наспех, уверен Михаил Винницкий. И справа в том, что мы готовы, для приклада, наступного Різдва, прийняти детей из Донбасса до себя на святую вечерню, на святкувание Нового Рока. Что мы готовы наступные летние каникулы послать наших детей в табори, которые будут происходить на Азовском море? И что мы будем принимать этих людей в Карпатах? От это реальная реинтеграция. Может оказаться так, что власти двух стран договорились о мир, а общество двух стран будет продолжать воевать. Они пропонуют модель, например, такую конституционную модель для Украины, где их руководители, призначенные из Москвы, будут право мать на решение Киева. Это абсолютно не возможно с точки зрения украинской государства. У экспертов возникают серьезные опасения, что выборы, которые уже назначены на конец февраля в оккупированных районах, станут мостиком для пророссийских политиков, который приведет их прямо в украинский парламент. Но это, похоже, не смущает президента. Он во что бы то ни стало готов провести выборы. Но почему мы так уверены, что в результате выборов к власти на Донбассе придут другие люди, не такие, как сегодня? На Донбассе нет ничего из того, что нужно для выборов, кроме выборов, которые хотели бы проголосовать за тех, кто сейчас с автоматами. Впрочем, нынешняя Украина и не может вызвать у жителей Донбасса симпатию. Здесь реформы буксуют. Это те реформы, которые бы подтвердили, в Украине жить лучше. И эксперты уверяют, в парламенте мы все же с большей вероятностью увидим вчерашних боевиков или симпатиков России, но никак не проукраинских реформаторов. Кремль будет брать свое портфолио околишних регионалов, отправлять их на Схид и проводить в Украинский парламент. Но если провести грамотную политику реинтеграции, дать понять, куда движется страна, таки возможно получить нужное проукраинское большинство на Востоке, уверен Михаил Винницкий. Мы в Донецке не дурні. Они понимают, что такое ДНР сегодня. Я думаю, что они бы могли принять осознанное решение. И в таком случае мы имеем тогда долгий процесс действительно перемирия в середине в стране, которое не будет легким, но его нужно будет пережить. Кстати, нужно помнить, что Минские соглашения не учитывают мнение полтора миллиона беженцев, покинувших Донбасс. Восток становится выгодным рычагом Путина для давления на Киев. Ему нужна здесь лояльная власть. Мы решили узнать, а какова цена мира для Украины, к которому мы так приблизились. Посчитаем потери с начала агрессии, это вторжение в Крым. Март 2014 года – двое погибших, апрель 2014 года – семеро. В мае уже идут бои на Донбассе – 69 погибших в районе Славенска, Мариуполя, Волновахи и Карловки. Июнь – 141 убитый, 49 из них в боях за Луганский аэропорт. Кровавый июль унес жизни более 300 героев. Рекордное количество в августе – 718 бойцов убито. Осенью показатели пошли на спад в сентябре – 192, в октябре и ноябре – по 120. Зима 2014-2015 годов была трагической – 65, 271 и в феврале – 280 погибших. Весной и летом 2015 года ежемесячно погибало от 60 до почти 90 воинов. В сентябре показатель упал до 50, в общей сложности – с марта прошлого года и до сегодня – 2884 убитых. На этом графике четко выделяются две закономерности. Первая – это огромное количество жертв в котлах, например, Иловайская трагедия август 2014 года, 366 погибших, 158 пропавших без вести, 430 раненых, 128 пленных. И вторая главная закономерность – с момента подписания первых минских договоренностей убили еще больше украинских воинов. Причем Минск-2, это 12 февраля 2015 года, оказался даже кровавее первого. Только за один месяц после подписания соглашения с боевиками те убили почти 300 наших бойцов. Отметим, что это лишь официальная статистика. Добавим сюда еще сотни пропавших без вести и неиндентифицированных, а также тысячи раненых и покалеченных. Такова цена затяжного перемирия. Кто будет представлять интересы сепаратистов в украинском парламенте? Кремль будет брать свое портфолио околишних регионалов, отправлять их на схиты и проводить в украинский парламент. Сколько заплатят украинцы за восстановление Донбасса? Как мы будем жить в одной стране с теми, кто ненавидит все украинское? У Донецка не дурные. Они понимают, что такое ДНР сегодня. Я думаю, что они могли бы принять свободное решение. И почему власть боится спросить мнение народа о том, что делать с Донбассом? Украинскому суспільству, навіть у влады, нет понимания. Смотрите только в украинских сенсациях. Кремль будет брать свое портфолио околишних регионалов, отправлять их на схиты и проводить в украинский парламент. Сколько заплатят украинцы за восстановление Донбасса? Как мы будем жить в одной стране с теми, кто ненавидит все украинское? У Донецка не дурные. Они понимают, что такое ДНР сегодня. Я думаю, что они могли бы принять свободное решение. И почему власть боится спросить мнение народа о том, что делать с Донбассом? Украинскому суспільству, навіть у влады, нет понимания. Смотрите только в украинских сенсациях. Сдался ли Путин в украинском конфликте? Путин втомився від санкций. Минские соглашения, план мира или троянский конь от России? Этот переходной период понятно, что еще не является миром. И он может свалиться в войну точно так же, какова я была до этого. Что ждет Донбасс, Украину и Крым? Какую судьбу предписали на Парижской встрече Донбассу, мы пока не знаем. Становится понятно, что посредством оккупированных территорий нашу страну втягивают в мировую политическую игру. Россия возвращает себя в большую политику через черный вход – Сирию. Россия с силой оружия посадила себя за этот стол переговоров, как лидер этой коалиции. В этой коалиции находится террористическая организация Хизбалла, режим, который поддерживает террористов Иран и Россия. И Россия – главная. Дальше без России двигаться не будут. Президент России возвращает себя в качестве глобального игрока сразу же после начала сирийской кампании. И хоть на публике отношение США к России остается холодным, и они даже не чокаются. Многие действия США как главного участника ближневосточного конфликта говорят о встречном движении к РФ. Вот, к примеру, США прекращают программу подготовки сирийских ополченцев. Это важное свидетельство тому, что в их дипотношениях с Россией произошли изменения, которые вполне могут привести к потеплению. Америка снова вынуждена рассматривать Россию как игрока после сирийского конфликта. Повлияет ли подобное возвращение России на мировую арену с помощью бомбардировок Сирии на будущее Украины? И не станет ли наша страна разменной монетой в этой большой политике? Война в Сирии не означает прекращение войны в Украине. И наоборот, Путин не сможет обменять одно на другое просто потому, что мы сразу дали понять, что обменять можно то, что имеет цену. Какой план разворачивает Россия на территории нашей страны? И не является ли Донбасс ловушкой АТРФ для Украины? В том числе, вдовы загибших украинских солдат из своей зарплаты откладут податки на отримание в виде местной власти Донбасса тех, кто убил их родителей. Это аморально высшую мировую. Я думаю, что это тоже один из способов, ну, фактически на смехание над Украиной. Продемонстрировать, что Украина не имеет политической воли, не имеет политической мудрости и не имеет моральности. Это способ внести раскол в украинское общество. От Украины требуют вначале проведения местных выборов в Луганске и Донецке. И только после этого обещают отдать контроль за украинско-российской границей. Это ваша точка зору, точка зору, пана президента, или, возможно, узгоджена точка зору нормандской четверки? Это, в основном, узгоджена точка зору нормандской четверки, которая рулится стандартами БРСЕ. Говорит взялся и председатель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко. Это означает, что выбор теоретично может отбудеться в разе выведения оккупационных войск, складания, зброя сепаратистами, а также принятия Верховной Рады, Конституции и закону приблизительно в квитне месяце. Пороховой почкой становится навязывание Западом принятие трех опасных для нас законов. Первый – о правилах проведения выборов на Донбассе, где до сих пор окопались сепаратисты. Второй – амнистия тех, кто стрелял в наших солдат. Третий – особый статус Донбасса, который необходимо закрепить в Конституции. Эти взрывы, смерть нацгвардейцев – результат первого чтения законопроекта по особому статусу. Что ждет депутатов и нас во втором чтении, даже сложно вообразить. Если выборы и произойдут на оккупированной территории у нынешних главарей республик, есть те, кто по их указанию займут должность не в строю, а среди кандидатов. И станут этими кандидатами лица уже из знакомой нам партии регионов. Как правило, это уже действующие так называемые главы администрации назначены, Плотницким и его людьми, а также какие-то старые чиновники, зачастую бывшие представители партии регионов или тех же коммунистов, которые, ну, Плотницкий посчитал, что они будут перспективными в этой роли. Не надейтесь, в ДНР смогут победить лишь люди Захарченко. Политического плюрализма и свободы мнений на территориях ДНР и ЛНР ждать бесполезно. На данный момент ситуация там такова, что есть одна генеральная линия, как была в Советском Союзе, и в рамках этой линии нет политической конкуренции. Неужели мы тешим себя иллюзиями, что Путин вдруг захотел отдать то, что так долго держал под своим вооруженным контролем – Донбасс? Эксперты уверят, что в вопросе статуса Донбасса следует быть осторожней, а может и вовсе отказаться от подобного пути его возвращения. Ему же не треба насправді відвоювати шматок украинской территории на Сходе, чтобы им владеть. Ему воно не цікаво. Крим був цікавий, Севастополь був символично цікавий, Донбасс ему абсолютно не цікавий. Він ему цікавий, как важиль для тиску на Киев. Тому он готовый продать Донбасс, но называет цену, которую мы с вами не заплатим. Тому що це ціна, яка руйнує українську державу зсередини. Сейчас главная задача – распространить те небольшие, но, как это не странно, уже довольно значительные реформы, которые произошли в Україні на Донбасс. Не лукавит ли президент, говоря, что единственный путь возвращения Крима пролег через оккупированные территории, которые получат этот статус? Ми маємо розуміти, що наша кінцева мета – це повернення кордону. Ми ще навіть не розпочали процесу повернення Криму. А це питання 7-10 років. Стали ли Минские договоренности капканом для України? Или все ж непреклонное следование им – це єдинственное спасення для нашего государства? Звичайно, Росія матиме вплив на Україну через цей регіон. Вона матиме вплив через цих людей, які стануть українськими політиками вже. А з часом ці ж люди висунуть своїх представників в український парламент. І ці люди голосуватимуть проти законів про європейську інтеграцію, проти законів про інтеграцію з НАТО або вирішення інших якихось безпекових питань. Таким чином Росія лише розширить своє представництво в Україні, розширить п'яту колону. І вони уже готовы. Ставленники Януковича под брендом АПА-Блока активно набирають електорат на юго-востоке України. І часто це происходит при откровенной поддержці БПП. Як в случае с выдвижением Вилкула, мэром Днепропетровска при поддержці кандидата от Солидарности. Агитации кандидатам БПП в пользу мэра Ильичевска от АПА-Блока. Якщо там придуть под партию Порошенко от АПА-Блока, значить городской совет буде люк-торпеда. І тогда буде нормальний городской совет работать на пользу жителей города Ильичевска. І як при совместной агитации студентов парой Кивалов-Боровик. Не исключено, що впоследствии така солідарна позиція властей проявиться і в відношенній представителів ЛДНР во власні. Благо решення провести там вибори – це якби вже і не позиція Києва, а якобы требування міждународного сообщества. Каждая сторона хоче для себе представити в политическом смысле – це в вигодному свете. Але на самом деле, якщо ми уж согласились на мир, не має принципиального значення, хто назначає вибори там ЦВК назначає, чи їх назначають, собственно, нынешні, так называемі, нелегитимні власти ДНР, ЛНР. А эти і ряд других вопросів так і остаються без ответа. Уверені ли ми? Можем ли ми рассчитувати на то, що вибори в Донбасі пройдуть по вигодному для України сценарию? Ілі именно можна дати дорогу людям Путина і є одним із неизвестних нам планов. Після виборів. Признає ли Україна ці вибори? Признає ли Росія ці вибори? І признає ли Європа ці вибори? Вот це принципиа. Як би вони не відбували, то, що вони будуть відбували, тяжело і со многими провокациями, і в відчаянні, собственно, ізбирателям – це факт. Судячи з останніх зустрічей в Парижі, покладаються якісь надії на ОБСЄ. Що ОБСЄ, мовляв, поширить свою діяльність не лише на лінію фронту, але на всю територію окупованих цих регіонів. Але ОБСЄ, звичайно, не зможе встановити контроль на кордоні між Україною і Росією. Тобто зупинити перебіг, перетік зброї, диверсантів і так далі. ОБСЄ не зможе відігравати роль української прокуратури, судів, міліції, виборчих комісій дільничних. І не відповідая на ці питання, вони не становяться мене важними для нас всіх, навіть не зброю на упорне нежелання властей вносити ці питання на общественну дискусію. Це була абсолютно інша розмова, абсолютно інша атмосфера і інша реальність. Реальність, оскільки ми почуваємо себе набагато сильнішими. І, головне, к якому статусу двіжиться Донбас, непреклонно слідує Мінським соглашенням. Порошенко зробив, в принципі, досить розумну річ на цих переговорах. Фактично він сказав, що я не контролюю парламент. Новий мусить бути закон прийнятий для особливого статусу Донбасу. Не той, який вже був, а за цими домовленостями має бути новий закон прийнятий. Возникає питання, чому ми не проводимо референдум, а прос населення, коли перед нами возникла проблема змінення Конституції і, навіть, можливо, границь держава. Можливо, єдиним варіантом скинути цей тягар невигідних зобов'язань для Порошенка, яким він чомусь зараз не хоче скористатися, міг би бути референдум. Всеукраїнський референдум, на якому українцям запропонували б три або чотири варіанти, найбільш імовірні, того, як ми могли б вчинити з тимчасово окупованими териториями. Причем річ не тільки о статусі Донбаса. Мінські соглашення міняють устройства страни. І нам нужно отвечати на вопрос, какое наше устройство – федерація или унітарне государство? На мою думку, для того, щоб змінювати Конституцію, треба проводити референдум. По-перше, у нас закону про референдум фактично немає. По-друге, на жаль, на превеликий жаль, наші політичні еліти не готові до того, щоб управляти країною через референдум. А вони себе бачать, з моєго досвіду, вони себе бачать, в першу чергу, як управлінці, радше, ніж як представники. І треба ли нам міняти границі країни? Очевидно, що зміни кордонів України, можливі тільки через загальнонаціональний референдум, це записано в Конституції, ніхто цього не буде міняти. Ну, я не думаю, що зараз є той час, коли треба ставити це питання. Без контроля над границей, території, які стануть законними після будущих виборів Донецька і Луганська області, будуть тянуть Україну в фінансовую і духовну пропасть. Це треба учитувати вже сьогодні. Гарант обязан говорить з народом, який його вибрал. Українці наверняка хочуть знати, на що їх толкають. А пока получается, що ми повертаються в ту историческую точку, з которой починалось независиме будущее України, де в кожному кабінеті було місто для чиновників, симпатизуючих Росії, к той Україні, которая опять зависит от стран-агресора, к той Україні, де спросять о том, що думаєт народ, забивають.